В 2013 году был супер. А какие он вам советы давал, которые вы до сих пор запомнили? Возможно, этими советами пользуетесь? Ну, честно говоря, я не могу сказать. Не помню такого что-то яркого. Но пообщаться с ним было очень интересно. Кстати, а сейчас кто вам из оперных артистов? Кто у вас сейчас? Главная звезда для вас? Ну, главной звезды нету, но мне нравится несколько певцов, которые считают звездами и оперной сценой, замечательными артистами. Ну, если касается баритонов, то есть и Брин Терфель, который валийский певец, который участвовал вместе с Хворостовским в Кардифе. Он, и потом есть такой канадский баритон Джаред Филли, тоже прекрасный певец, и я у него много научусь. Вот. Кто еще? Да много, много на самом деле. Сейчас французский баритон Людовик Тесье, который держит на себе мировой баритоновый вергельский репертор. Вот. И румынский баритон Георг Петьян. Ну, еще можно перечислить. Кстати, а именно кто из артистов современной эстрады вам нравится? Украинской? Давайте всех сразу. Ну, я не очень погружен в современную эстраду. Вот. И я как бы, если мне песня нравится, я там шазамлю ее, и я не смотрю, кто это исполняет абсолютно. То есть больше музыка вам интересна, а сам исполнитель нет, да? Да, да, да. Я не смотрю на имена, я смотрю. Ну, конечно, если мне что-то там реально, если мне песня понравилась, и мне захотелось там скачать альбом или там сходить на концерт, то я посмотрю. Конечно. Вот. Но так я просто песню нравится, там слушаю, я постоянно в самолете. Вот. И поэтому я, ну, сказать имена современных поп-исполнительный, ну, зарубежный, я даже не знаю, кто там. А! Знаю. Wicked. Вот у него классная, да, песня есть. А потом, ну, вот у Джастина, Timberlake, вот эта песня известная сейчас, хитовая, с которой он выступал на Евровидении. Да. Вот из украинских песцов Джамала. Я очень люблю и уважаю ее творчество. Вы, кстати, не смотрели Евровидение? Пять раз? Полностью? Ой, я стараюсь каждый год смотреть, мне интересно. Да? Да, собираемся с друзьями где-то, 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 где-то стараюсь смотреть. Ну, мне интересно. Но вы смотрите его в Украине, да, в основном? Или все-таки за городом? В смысле, где придется, ну, где придется там смотреть. Не посещали ни разу? Ни разу, нет. Ну, там такая толкучка у чудового в телевизии. Ну, и, думаю, впечатление немножко другого еще. Конечно, конечно. И телевизионный конкурс. Да, прикольно. Мне нравится. Ну, кстати, сейчас тоже бывает такое, что поп-исполнители записывают дуэт, например, с оперным певцом, как в свое время и Владимир Гришко делал, и Монсеррата Белье делал, и также Анна Нетребко тоже записывала, с Филиппом Гришко. Вы не думали, например? А, например, кстати, недавно вышел «Монатик» с Ниной Матвиенко, тоже такой неожиданный дуэт. Я не слышал. Надо послушать. Интересно. Не, наверное, мне было бы интересно, в любом случае. Но тут очень надо осторожно быть с самой песней, потому что это может прозвучать не очень качественно и интересно. Ну, мне не очень нравится то, что Киркоров с Нетребко выпустили. А Кабалье с Фредди там без вопроса вообще. Это было попадание как бы. И она легенда, и он потрясающий, и всемирно известный, и песня классная. Поэтому тут надо очень осторожно с этим. Ну, мне осторожно. Может, она людям может нравиться, а мне будет не очень приятно. Ну, вам бы, наверное, не хотелось бы, да, чтобы это была бы танцевальная музыка, и вы там припев бы какой-то исполняли, как Жанна Нетребко, например. Ну, для меня это очень странно звучит, честно. Когда вот в таком жанре идет жанр популярной музыки песни, и вдруг человек с экономическим вокалом поет припев. Я не знаю, где нет. Кстати, что самое сложное в работе оперного певца современного? Какие-то можете минусы назвать в этой работе? Минус? Ну, плюсов, я думаю, и так много. А минусы какие? Минус – это следить за собой. За внешностью или как? Да, за внешностью, за голосом, быть в форме. Вот это борьба с ленью. Ну, это как все артисты, наверное, до клуба. Наверное, это самый большой минус, что нельзя расслабиться. Ну, то есть, не позволяете какую-то там себе вредную еду, чтобы не поправиться, там, ни какой-то там, ни фаст-фуд там, да? Ну, конечно, позволяю. Ну, редко, да, наверное? И часто. А, часто? Ну, уже слежу, чтобы это не переходило какие-то границы. Угу. Но спорт в жизни есть, да, или нет? Главный спорт – это передвижение постоянно. Конечно, я стараюсь, когда есть желание и время, ходи в спортзал. Ну, и часто желания бывают? Желания – никогда. А, ну, бывает время – заставляю себя. Кстати, как вы готовитесь к ролям? И вообще, какие у вас новые роли? Если у вас лирический баритон, значит, больше драматический, да, у вас какие-то роли? Ну, лирический – это связано с возрастом более. Ну, и вот сейчас у меня уже такое понятие не очень относится лирический. Лирический – это означает исполнять лирические роли. Угу. Ну, в основном, какие, да, роли исполняют? Ну, да, потому что, ну, я пока по своему возрасту, я не могу позволить себе исполнять стариков-негодяев. Ну, больше у вас такие положительные герои, да, в основном, или нет? Ну, да. Тут, кстати, приходили вопросы на сайт. Люда пишет. Че бачите в мою бутнему себе выкладачам вокалу? Каким принципам мы потребно открываться в выховании мою бутнему вокалисту? Не думали преподавать, давать мастер-классы ученикам? Ну, я вообще не очень люблю мастер-классы, потому что они мало что дают. Ну, вы же в свое время брали мастер-классы Дмитрия Хворостовского? Ну, да. Вы можете тоже самое делать, в принципе? Ну, мне больше нравится называть это творческой встречей. Потому что, когда человек такого уровня что-то тебе рассказывает вообще о музыке, о вокале, это очень интересно. Но сам мастер-класс с технической точки зрения он тебе ничего не приносит. Потому что это происходит очень малое время, два часа, и там открыто мастер-класс вообще шоу как бы никому не нужно. Настоящее занятие это каждодневный труд с педагогом годами. А, еще это вопросы были принципы. Якими принципами нужно керуватися в выховании майбутних вокалистов? Ну, с профессиональной точки зрения очень важно это репертуар. Потому что нельзя нагружать драматическим репертуаром молодые голоса. И вообще, правильно делали старые итальянцы, которые просто два-три года закрывались в классе и занимались только упражнениями. Потом переходили на какие-то серьезные партии, роли и серьезные репертуары. Вот, поэтому надо за этим очень следить. Ну, кстати, к вам не обращались там с просьбой, чтобы вы там с ними позанимались? Начинающие артисты, оперные артисты? Было пару раз, но это очень большая ответственность. Я на себя такого пока брать не хочу и не знаю, захочу ли вообще. Потому что я сам в постоянном поиске и я не готов учить людей. То есть, к вам обратились и вы сразу отказали, да? Потому что понимали, что это не ваше, да? Ну, это призвание. Педагог, как это все равно призвание. Это очень разные понятия исполнителей и педагогов. Ну да. Александр спрашивает, критики в оперном искусстве играют очень важную, иногда решающую роль. Как вы относитесь к оперной критике? За границей выходят какие-то там рецензии? Да, за границей это как бы на более профессиональном, на многом профессиональном уровне, чем у нас. К критике хорошо отношусь, наверное, я сам читаю критику. Но я отношусь к ней как, как бы, просто к очередному мнению. Мнению профессионального, ну, человека профессионального или человека, который много чего видел и слышал. В смысле, много чего переслушал. Вот. Но не более того. Ну, понятно, когда ты там тратишь свои силы и на следующий день читаешь, что твое выступление было не очень. Вот. Но это никому не приятно. И некоторые певцы стараются не читать ничего. Вот. Но для зрителя, наверное, критика это хорошо, потому что зрители видят какой-то синопсис там, наверное, на спектакль, который прошел. Ну, это настолько субъективное мнение, что... Ну, вы всегда читали, например? Там, после спектакля? Я читал, да. Всегда читал. Ну, всегда была хорошая? Не всегда. Да. А что такое писали, например, что вам не понравилось? Запомнилось, возможно? Да. Ну, это жутивный вопрос. Ну, вам, короче, было неприятно, да? Да кому будет приятно. Ну, каждый по-разному на это реагирует. Ну, в моем случае я всегда знаю и чувствую, что было хорошо, что было плохо. Как было необъективно, да, вы думаете? Ну, у меня, кстати, мало было необъективной критики. То есть, на профессионал, да? То есть, если это было плохо, то я знал, что действительно, что это было плохо. Или там какие-то замечания. А если было хорошо, то я всегда радуюсь. Ну, кстати, есть человек, мнение которого вы всегда прислушиваетесь, который может и покритиковать, и вы прислушаетесь. Таких людей много, и есть ли они? Я постараюсь прислушиваться к каждому человеку, который пришел ко мне на выступление. Ну, или друг, или родственник, там, не знаю. Вот. Это всегда чужое ухо и мнение человека. Не важно, он профессиональный или непрофессиональный мыслит. Все равно, может, наша задача же все-таки работать не для профессионалов, а для обычных людей. И если человеку запало в душу, это здорово. И запало в нем очень хорошо. То есть вы слушаете каждого, но все-таки потом свои какие-то выводы сделаете? Да, я люблю слушать. Как надо и как не надо, например. Я люблю слушать. Тут еще спрашивают. Мила спрашивают. Чи вольное на разе сердце такого голосистого красения? Какие женщины подобаются? Вот это круто. Какие женщины подобаются? Украинки. Ну, я никогда не встречался с девушкой другой национальности. Не другой национальности, а не славянкой, можно так сказать. Я считаю, что славянки самые красивые девушки. В мире, когда не хватает менталитета, это все равно наша. А насчет сердца, ну, мое сердце всегда заполнено любовью. Но, как бы, я не женат. Ну, сердце занято, да, я так понимаю? Если так понимаю. Ну, как бы, кто-то прокрадывается. То есть эта девушка ездит с вами, да, я так понимаю? Нет, девушки или нет? Не жены, не девушки. Так, вопрос от Валерии. Андрей, дякую за ваш безмежный талант и щирость. Как вы считаете, профессия пианиста сегодня это безвихие и рабство? А, профессия пианиста? А, профессия пианиста? Угу. То есть пианисты Киевской консерватории вас запутали? Тут даже вопрос не в пианисте, а вообще в студентах консерватории. Потому что поступая в консерваторию, ну, это мое мнение. Надо реально хотеть стать кем-то и не тратить абсолютно шесть лет жизни на непонятно что. Это очень профильное, профильное заведение, где ты куда-то, ну, если ты хочешь учиться, просто проучиться музыке и потом где-то, ну, работать в другом месте, зачем? Вот. А надо реально понимать и грызть, и заниматься тем, чтобы стать человеком, работать. Вот. И это касается всех, не только пианистов. В отдельности пианистов, конечно, там сложнее, наверное, потому что сольных пианистов еще меньше, нежели сольных успешных вокалистов. Вот. А насчет концертмейстерского искусства, это тоже искусство. Есть блистательные пианисты, которые посвятили жизнь свою и тому, чтобы компонировать вокалистов. И они становились суперзвездами в своем, в своем жанре. Вот. Поэтому надо понимать, чего ты хочешь. Ну, многие не понимают, поэтому идут туда, куда им не нужно идти. Ну, по-разному бывает. Например, идти в консерваторию, чтобы получить диплом, просто. Лучше закончить юридически, на работу устойчиво. Многие поступили, но потом понимают, что это не их, но все равно заканчивают, потому что так нужно. Ну да, повеси диплом на стену. Ну, в итоге ни дня не поработать. Ну, потому что музыкантов редко кто спрашивает. Ну, в Украине, наверное, все-таки, когда музыканты устраиваются на работу дипломы, в документы спрашивают. А в Европе, в мире, никто тебя не спросит диплом. Только в биографии напишешь, что ты закончил химическую консерваторию. То есть, там больше интересно... Ну, диплом консерватория у мамы лежит в тумбочке. Его, наверное, ни разу не увидели, да, за границей? Так пролежал, да, все? Ну, как бы, никто не спрашивает. Я бы с удовольствием предъявил, никто не спрашивает. Там, главное, таланты и навыки какие-то. А вот эти бумажки для них никакого значения не имеют? Ну, я имею в виду в исполнительском искусстве. Что касается, если ты идешь преподавать, то там другое, конечно. Так, вопрос от Даши. Андрей, здравствуйте, вы медийная личность, вы выступаете в лучших операх мира. Скажите, как вы подбираете свой лук для выступлений? Есть ли какие-то особенные тренды для оперных исполнителей? То есть, часто на шопинг ходите, например? На шопинг хожу не часто и быстро. Мне утомляет. Вот, на все спешил лук, тренды, ну, какие-то марки, одежды, я не знаю. Никто не знаю. Кто может себе позволить, там, из великих, ну, из звезд, там, хоть, покупает и у Дольче Габбана, там, Карден, там, и так далее, и тому подобное. Я знаю, что в основном люди себе шьют, потому что стараются, как бы, выглядеть иначе, нежели другие. Вот, шьют смокингами какими-то специальными примочками. Я не люблю фраки. Ну, это, сейчас редко вообще певцы используют фрак, одевают фрак на концертах. Очень на каких-то специальных концертах, где, или там, работодатель специально просит одеть фрак. Вот, я люблю, ну, понятно, это должно быть что-то классическое, но очень свободное. То есть, вы пришли, купили и выступаете, да? Не такого, что на заказ, там, шьете, там. Я шил пару раз на заказ, но неудачно, и сейчас думаю тоже пошить что-нибудь. И рубашку, или смокинг. Кстати, у вас много каких-то концертных костюмов, которые вы там... Возможно, у вас есть там целый багаж, там, из этих костюмов, которые вы там берете на гастрону. Не, ну, во-первых, концерты, они реже, нежели спектакли. Угу. У нас спектакли, свои там костюмы. Да, да, да. Поэтому у меня там есть два костюма, которые я там использую. Ну, и фрак тоже есть, но я его практически надеваю. Рубашка есть. Самое главное для костюма. Что, спасибо большое за ответ и завершающее слово. Приглашайте на концерт, который уже совсем скоро состоится. И также можем разыграть книгу за лучший вопрос от тревел-партнера за бугорку. А я могу пересмотреть? Да, конечно. Это телефон. Угу. А, про критику. Угу. Хорошо. Завершающее слово и приглашайте на концерт. В камеру, да? Или куда? Да, да, да. Друзья, приходите на мой концерт. 19 апреля, 19.30. Арт-центр, мастер-класс. Буду рад видеть всех. И буду рад с вами разделить творчество великих композиторов. До свидания. До свидания.